Дарова всем, ребята, кинтуха на проводе, и это просто нереально важное видео, поэтому смотри его без перемоток, потому что баны дают просто всем налево и направо. Внимательно просмотри, чтобы не получить бан, потому что недавно даже забанили популярного ютубера, который был инвентарь на 1 миллион голды. Ну что же, присаживайся поудобней, обязательно прожимай огромный лайк, если хочешь бесплатный G-команда Floral, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. Ну что же, поехали. Хочешь за одну минуту? Все очень просто, G-G-стиндов разыгрывает более 100 ножей. Условия очень простые, лайк, подписка, репост и любой комментарий. Хочешь новую Аркану Танто совершенно бесплатно, но не знаешь, как же получить без 75 уровней голд пасса? Ответ тут, просто зайди на G-стиндов, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забывать про второй шанс, который дает более крутой дроп. Переходим к барабану бонусов, по моему промокоду получаем его совершенно бесплатно. Все эти промокоды есть в описании. Почему я вообще решил снять данное видео? Потому что, ребятки, я уже не могу молчать, мне надоело, потому что каждый раз банят моих коллег, поэтому, ребята, внимательно слушайте все это видео, внимательно смотрите, без перемоток, потому что, к примеру, была недавняя ситуация. В начале зимы забанили ютубера с лайки за мошенничество на торговой площадке. Я лично писал в разобочек, хотел узнать, из-за чего же его забанили. В итоге, они говорят, причину мы объяснить не можем. Окей, у него был еще недорогой инвентарь, ничего страшного. Но вот недавно, то что было прямо сегодня, забанили ютубера-пушкаря, у которого инвентарь стоит дороже одного миллиона голды. Для начала, давайте объясним, кто же такой пушкарь. Это ютубер, но помимо того, что он ютубер, он еще и трейдер. У него очень дорогой инвентарь, и прямо сейчас хотел бы вам показать, какой же у него был инвентарь. Просто, ребятки, обратите внимание на его инвентарь. Притом, это далеко не весь инвентарь, это одна часть его инвентаря. Сколько у него перчаток, сколько у него ножей, у него полуострокупленный, весь гол пас. Но знаете, что помимо всего этого, у него, ребятки, есть еще такие скины, как АВМ Спорт В2, такие скины, как М40, просто посмотрите, даже диктовать все это не буду, говорить все это не буду, потому что вы можете сами взглянуть, и вы поймете, что это нереально дорогой инвентарь. Но помимо всего этого, вот-вот, еще посмотрите более детали, сколько у него всяких этих ножей, я просто в шоке. Помимо всего этого, у него также был АВМ ТХ. И знаете что? Сегодня его забанили. Да-да-да, это не шутка, это не сон, я сам охренел, он реально получил бан. Вот, прямо сейчас можете посмотреть пруфы, вот его ID, и он получил банкод 2003. Что же это за банкод, прямо сейчас я все расскажу, и за что же он и получил, сейчас мы разберемся. И знаете, что самое обидное, что вот он, его АВМ ТХ стоит на рынке, но он больше никогда не сможет с ними играть. Но опять же, это только возможно. Мы попытаемся его разбанить, но если не выйдет, то вот его АВМ ТХ, и при СФ, прощай, АВМ ТХ и очень дорогой инвентарь. Ну а теперь самое интересное касаемо Пушкаря, то что вы все видели, у него банкод 2003. Ну а теперь вопрос, а что же это за банкод? Потому что когда я захожу в официальную группу, чтобы посмотреть все банкоды, то там нету 2003 банкода. Но можно проанализировать два предыдущих. Смотрите, 2001 это организация мошеннических схем на рынке. 2002 это участие в мошеннических схемах на рынке. Ну и логично, что 2003 это тоже что-то связано с мошенническими схемами на рынке. Но я же знаю Пушкаря, Пушкарь точно не скамерный, хороший парень. И мне очень непонятно, за что его забанили. Поэтому я прошу администрацию, личницу имени, разберитесь более детально. Потому что я не понимаю, за что банят. Вы можете бы какие-то пруфы предоставить мне, чтобы я это осветил для своей аудитории. Потому что мне страшно, вдруг следующий меня забанят просто так. Поэтому Пушкарь, партишка, мы с тобой. Я очень надеюсь, что тебя разбанят. Ну а вы, мои уже подписчики, прямо сейчас напишите в комментариях сердечки в знак поддержки. Им будет очень приятно. Ну а прямо сейчас мы переходим к самому главному. Как же самому не получить бан? Вот прямо сейчас, ребятки, я открыл правила игры. И я просто в шоке, потому что по этим правилам можно забанить совершенно любого. Просто читаем первый пункт. Я уже понимаю, что я могу получить бан. Покупка, продажа, обмен или наличие нескольких игровых аккаунтов. Да, у меня 4 или 5 игровых аккаунтов. Я за это могу получить бан? Чего нахрен? Вот прямо таки написано. Покупка, продажа, обмен, наличие нескольких второго аккаунта. это же просто жесть. Следующий пункт. Непристойные или вульгарные цензурные высказывания. Да, ребята, это просто трындец. То есть, любого школьника, который вас обзывает в чате, обзывает вас в меме, например, ботом, вы можете сделать скриншотик. Я даже знаю банкод. Это банкод 5001. Сделать скриншотик, выложить специальную группу ВК в отдельную тему обсуждениях, и этот парень получит вечный банк. Да, охренеть просто. За то, что вас обзывают, тоже можно получить банк. Но, помимо этого, самое интересное, знаете, за что еще можно получить банк. Можно получить банк в спам, троллинг или рекламу. Ну, реклама это понятно. Зачем я рекламирую что-то другое в сценах, из-за этого понятно, что можно получить бан. И, чтобы вы понимали, можно получить банк даже за приставку к нику. То есть, я помню, у Снея была там приставочка, ну, название его сайта возле ника. Так вот, за это он мог получить банк. И много много других ютуберов. Также, ребят, можно получить банк за троллинг. Это просто жесть. Просто жесть. Ты троллишь кого-либо, ты нарушаешь правила игры и, по сути, можешь получить банк. Но, Помимо этого еще можно получить за спам То есть, если ты 5 раз подряд отправляешь однотипное сообщение По идее, это тоже нарушение правил игры Ты можешь получить бан Но рады только одно То, что по этим причинам никого не банят Да, такие правила есть Но, слава богу, разработчики вроде адекватные и никого не банят Ну, дальше, следующая причина Это мошенничество Тут, ребят, я полностью согласен За это надо банить Потому что мошенники уже совсем охренели Поэтому тут я с вами согласен Ну, а прямо сейчас будет еще один очень интересный пункт Это бан за неспортивное поведение в игре Что же это такое? Первое, это выявление местоположения ваших тиммейтов Это, в принципе, нормально Ну, я считаю, да То есть, ты, грубо говоря, палишь противником местоположение своих тиммейтов За это получаешь бан Но сейчас самое интересное Также ты нарушаешь правила игры Внимание Когда ты стоишь просто в ФК То есть, если ты стоишь в ФК Тебя могут заскринить Ну, в теории, да, заскринить Отправить группу в ФК И сказать Этот парень нарушает правила игры Пожалуйста, забаньте его Поэтому, ребята, пожалуйста Никогда не стоите в ФК Потому что я раньше даже не знал Но за то, что вы стоите в ФК Можно тоже отправить человечка в бан Еще, ребятки Еще один очень-очень важный пункт Касается кибербула Это банкод 5001 Как же его вообще осуществить? И реально ли он работает? Я скажу даже более Он 100% работает Лично я уже отправил лучших человек 10 и 15 За кибербул в свою сторону Я постоянно захожу в ММ Постоянно захожу в закладку бомбы И мне в чате пишут Разные оскорбления Давайте проверим Тут что-то писали или нет Нет, тут ничего плохого не писали Поэтому парнем повезло Но обычно Меня очень часто обзывают Я просто делаю скриншот Отправляю разработчикам И разработчики по банкоду 5001 На две недели Отправляют этих Оскорбителей и школьников На две недели в бан Я считаю это очень правильно Ну, а теперь Еще два очень интересных пункта Первый гласит так Распространение Конфиденциальной информации И раскрытие личной информации Сотрудников Excel Bolt Что же это означает? Что если вы Нашли личную информацию Какого-либо разработчиков Например, у вас есть личка в ВК И эту личку в ВК Отправляете вашему другу В личных сообщениях в игре То вы за это 100% Можете получить банк Поэтому мой совет Если вы нашли разработчиков Или случайно увидели Никогда Ни в коем разе Не надо никому отправлять Не надо скринть Не надо отписать разработчикам Потому что за это вы тоже Можете получить банк Но теперь еще очень важный пункт Вы еще просто будете в шоке Преследование За пределами игрового мира И реальной угрозы Что же это означает? Что если вы нашли Какого-то Васю Он вас оскорбил Вы оскорбили его в ответ И вы ему такие Типа Слышь, скинь ВК Он скинул ВК И вы ему пишите Слышь, Васюк Я тебя еще наваляю Я типа IP вычислил Так вот За это вы можете получить банк Потому что Это тоже запрещено Поэтому моим совет Вообще Не надо никого Не береги в условиях Никогда оскорбить Потому что любой умный человек Он не будет оскорблять в ответ Он сделает скриншот Например я, да? Не знаю почему Но каждый школьник считает Наверное своим долгом Оскорбить как-либо меня Так вот Я всегда делаю скриншот И потом просто отправляю Этих парней На банановые острова Поэтому пожалуйста Трижды подумайте Перед тем Как оскорбить дядю Кент АПК Потому что вы Сто процентов Улетите в банк И многие из вас Мне писали Потом Кент АПК Извини А что уже извини? Вас уже забанили Я уже разбанить не могу Все Надо две недели ждать И при том две недели Как я понимаю это минимум А то можете получить Еще более-больший срок Ну что же Я в принципе рассказал все правила Так что ребят Пожалуйста поставьте за это лайк Подпишите свой канал И напишите любой хороший комментарий С вами был ваш Кентуха Всем удачи И всем пока